всем привет это меховое ателье у нас работе норковая шубка стриженая с меховым воротником и манжетами из чернобуры чернобура у нас синего цвета но вот камера не совсем передает правильно она как смотрится как в электрик но на самом деле она немножко с фиолетовинкой этот цвет такой красивый тоже интересный тон и наша задача наши манжетики потерлись покажу детально на столе и наша задача заменить заменить манжеты и воротник уже на другой мех мех мы подобрали енота финского ну и дальше будем его окрашивать мы имеем шикарные манжеты шириной 40 сантиметров то есть 40 и 40 это 80 длина самого манжета ну и ширина здесь 6 плюс 6 12 но и это все в мелком розшиве с замшем также сама сделанный воротник воротнику больше лучше сохранился скажем так поэтому меха здесь больше осталось качественного но тем не менее естественно мы будем его менять он тоже в росшиве замшем но он тоже огромный 10 сантиметров стойка 40 плюс 40 80 длина поэтому меха нам нужно много ну и дальше уже покажу вам какой мех мы выбрали и вот наш енотик пришел это финн аукционный перьевой видите красавчик и наша задача покрасить его уже синий цвет это брюшка еще ничего не разрезали смысла нет перед покраской разрезать он у нас метровой длины сантиметрик я положила от огуска ну вот соточка четко метровой длины мы приступаем уже к работе к покраске непосредственно а дальше уже пошиву икрою наш енот пришел с покраски сейчас он набивки правки жировки как только он высохнет мы его почистим и покажу вам лицевую часть наш енот вернулся из покраски прошел уже правку мы его набили так как он пришел к нам влажноватым так он большая достаточно площадь рабочая что весьма для нас хорошо нам хватит на воротники на манжеты и как видите мех он мы попали точно в тон синего ну конечно кончики у нота были черными потому черными они остались но подпух синий когда мы сделаем распуск все это будет видно синего будет больше поэтому приступаем дальше к работе уже и ступили крою нашего енота как видите уже расчерчено потом все это разрезается и будет в каждую полосочку втачиваться замш хотим мы добиться вот такого результата это наш прошлый воротничок таким образом мех становится более мягкий эластичный его конечно же мы вылечиваем площадь ну и работаем и вот наша работа уже после стачек как видите вот такой внешний вид имеет рост шив работы при этом очень много здесь и времени затрат затраты временные тоже очень большие но смотрится это великолепно наш енот стал мягенький такой структурированный нежный уже совершенно другой вид у него и приступаем крою уже именно непосредственно детали манжета воротника и результат нашей работы готов чуть-чуть притемнюсь на самом деле темный синий цвет у нас тоже получился классно смотрятся рукава манжеты все намного пушистее чем в чернобуре но при этом енот более износостойкий протираться будет дольше так как у нас прошлые манжеты все вытерлись изнутри полностью наши богатющее шикарные манжеты богатство меховое здесь мы поставили с согласованием клиента натуральный замуж покажу вам более детально на столе для того чтобы не вытирались манжеты при этом перекат конечно же сделан из енота на сантиметр и для того чтобы не видно было низа замшевого и вот так вот выглядит уже на столе непосредственно манжет и естественно натуральный замшек из которого распускался полностью весь енотик а также подшили подкладом то есть вернули всю ширину но уже при этом не будет вытираться но и задувателя не будет так как мы перекан все равно сделали а это наш огромный воротник вот такой пушистый мягкий нежный надеюсь нашей клиентке будет приятно и удобно ходить и наша шубка готова покажем ее на человеке очень интересная модель как видите стриженная норочка с нашим шикарным енотом отлично выглядит новая красивая стильная берите на заметку и ждем ваших комментариев до новых встреч